Принцессы, волшебники, зайцы, драконы и многие другие куклы стали персонажами сказки, в которую попали учащиеся средней школы номер 12. Переступив порог музея Брест театральной, они оказались в мире волшебства. Здесь их встретили рукодельницы, которые своими рассказами, играми и веселыми загадками сделали путешествие по-настоящему интересным. Мальчишки и девчонки встречали на своем пути разных кукол, а потому задорный огонек в глазах ребят не пропадал ни на секунду. Для этого проекта найти людей в городе, в школе, в районе, может быть, тех, которые кроме работы еще имеют какие-то свои влечения, хобби, которые очень умеют что-то красиво делать и о которых никто еще никогда не говорил. То есть мы хотим показать, это как бы продолжение тысячелетия города, то есть показать о том, что в нашем городе живут замечательные, прекрасные люди, которые умеют что-то делать. Проект «Мы открываем новые имена» решили начать с выставки кукольных дел мастера не случайно, ведь интерес к куклам и игрушкам есть не только у малышей. Взрослые давно в них не играют, но создают их. Светлана Турчу кукол начала мастерить еще в детстве. Со временем это занятие переросло в серьезное хобби. Любовь к созданию кукол она перенесла и в свою семью. С детьми придумывала разные театральные постановки, где главными героями были персонажи, сделанные своими руками. В одно Рождество мы решили сделать батлейку, и для этой батлейки мне надо было придумать какой-то новый вид кукол, которых у меня еще нету, в связи с особенностями самой сцены. И поэтому я начала искать техники, которые могут быть, и этой техникой оказалась техника папи-маше. Довольно необычная техника, в переводе с французского это переводится как рваная бумага. Рвется бумага и смешивается с клеем ПВА. Вот из этой основы, из этой смеси делаются куклы. Так мы сделали эту батлейку, рождественский театр, и потом я уже от этого занятия не смогла оторваться. На выставку Светлана Тручук принесла 12 кукол, каждая из которых олицетворяет один месяц. Яркая красавица с рождественской звездой – январь, светлая с букетом цветов – март. Продуманный до мелочей образ каждой девушки доказывает, что кропотливой работы и времени для создания проекта потребовалось немало. Вот эта идея проекта этот мой был в течение двух лет, я его делала. Проект называется «12 месяцев». Здесь 12 месяцев представлены, и каждый месяц – это какое-то событие яркое в жизни женщины, потому что, как видите, женщины, в принципе, одни, кроме медведя. Или это какое-то настроение, может быть, женщины в этом месяце. Восхищение и восторг – такими словами можно описать чувства ребят. Кто-то был не в силах оторвать взгляд от понравившейся куклы, а кто-то начал серьезно задумываться над тем, чтобы сделать свою сказку с необычными героями. А еще они узнали много интересного об этих игрушках. Это амигуруми. Это японский вид искусства – вязание крючком или же спицами. Чаще всего вяжут крючком. Амигуруми использовались вообще для прелогов. Повесят на портфель или же на сумочку. Амигуруми достигает 5-7 сантиметров. Ну, это примерно. Это как 5, здесь как 7. Амигуруми обычно делают как симпатичными животных. Это как кошечки, собачки, мышки и так далее. Также это могут быть неодушевленные предметы, как кексики, сумочки. Проект «Мы открываем новые имена» станет отличной возможностью познакомиться не только с работами брестских мастеров, но и с ними лично. И, быть может, желающих творить станет в разы больше. Продолжение следует...